Сахар И короткая визитка от вас. Кто вы, что вы? Я занимаюсь теннисом. В школе у меня все хорошо. Ну, мне нравится заниматься теннисом. А теперь попала в журналистки. Ну, если в журналистике, вообще мне нравится вести журналы, придумывать темы новые. То есть печатные журналистики, да? Ты хочешь попробовать себя? Ну, у нас здесь не журналистика, у нас можно назвать, что это у нас такая как бы школа, что ли, общественной деятельности. Мы изобретаем себя в кадре, свою медиаличность. Следующий, пожалуйста, наш игрок. Я занимаюсь подводным плаванием. Кристина еще раз, да? Да, Кристина. Как зовут первую девочку, кто запомнил? Настя. Видишь, надо слушать друг друга. Я пришла сюда, потому что хочу стать более известной. О, более известной. Куда уж более известной. Ты же участвуешь в соревнованиях. А Миша? Я увлекаюсь программированием, прямыми эфирами. И сегодня Миша попросил меня, сейчас он сядет за пульт ко мне, садись, сейчас ты сядешь вот сюда рядом, потом я тебя пущу. Давай, выходи уже сюда. И наша уже известная нам участница. Меня зовут Маша, я увлекаюсь рисованием, люблю очень все творить, изобретать, узнавать что-то новое. Очень хорошо. Вот про что-то новое. Сегодня у нас, ребята, задание на первые 10 минут нашего учебного формата. У нас с вами гость. Девушка, которая училась в разных медиашколах. Она чуть-чуть старше у вас, на несколько лет буквально, да. Но выше уже, гораздо выше, потому что... Валерия, вы у нас фотомодель еще ведь, получается, да? Да. Вот, видите? Поэтому она очень высокая. Но здесь не видно, что она высокая. Но она высокая, красивая и умная, понимаете? Все три качества у нее есть. Итак, девочки у нас в кадре остались. Миша садится за пульт. Где у меня Миша убежал? Девочки, у вас вот такая героиня сегодня. Во-первых, она училась в медиашколах. Во-вторых, она, значит, училась на фотомодели. Сейчас где-то работает, связанная с этим. Ваша задача за 10 минут выяснить у нее все, что лично вам важно узнать. Да? Потому что она уже сделала шаги вперед. Она впереди вас идет. Вот на этом пути создания своей медиа-личности. И что у нее получилось, что не получилось. Давайте выясним, пожалуйста, вопросы. Здравствуйте. Я хочу узнать, как вы добивались успеха? Вам хотелось стать моделью? Или вы хотели кем-то другим работать? На данный момент я являюсь не только фотомоделью, но еще и активно участвую в различных проектах на телевидении. То есть я могу смело сказать, что я журналист, телеведущая, и плюсом ко всему этому еще и фотомодель. Когда-то, 5 лет назад, мне предложили пройти кастинг на телевидении, на ГТРК Пермь. Я, не думая, абсолютно согласилась, хотя на тот момент я могу сказать, что я вообще ничего не знала. Что связано с телевидением, я вообще понятия просто не имела вообще, что это такое. И попробовала себя быть в роли телеведущей, быть в роли журналиста, быть в роли режиссера, что-то придумывать. И я с успехом прошла этот кастинг. И после этого я 4 года работала на телевидении, телеведущей, журналистом, корреспондентом. Ездила на съемки, сама придумывала сюжеты. То есть это была действительно развлекательная программа. Она называлась «Поколение Next». После этого, спустя 4 года, она распалась, к моему большому сожалению. И после этого я начала участвовать в различных ток-шоу, тоже на ГТРК Пермь. Вот. И помимо этого я еще проходила различные стажировки в Москве, на Первом канале. То есть я участвовала в ток-шоу там. «Давай поженимся», «Жить здорово», «Поле чудес». То есть я на всех этих программах тоже побывала и попробовала себя. Вот. Спасибо. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, сложно ли быть журналистом, корреспондентом, ведущим на разных шоу. Здравствуй. На самом деле, если ты подготовленный человек, если тебе это действительно интересно, то, конечно, ты сталкиваешься с различными трудностями. Поначалу мне, вот в самом-самом начале, конечно, мне было трудно. Действительно, я вам честно могу признаться, что у меня иногда даже до истерики доходило, потому что я не понимала, что от меня требуют люди. То есть я должна была сделать сюжет, допустим, к примеру, какой-то новостейный. И мне говорили, допустим, как выстраивается сюжет. То есть это же все там очень, все тонко. И я не понимала, что от меня требуется. Я не понимала, что мне нужно снимать, что мне нужно делать. А со временем, когда ты в это все погружаешься, с головой полностью, то ты уже не замечаешь вообще все вот эти трудности, или тебя они кажутся такими пустяковыми, если действительно ты занимаешься тем, чем тебе нравится. Спасибо. Когда вы только-только перешли в телеведущих, вы волновались, что, а как о вас подумают люди и так далее? Нет, я вообще не думала над этим. Что обо мне скажут люди? Мне абсолютно, извините за такое некрасивое слово, плевать было. Я работала, я самореализовывалась. Конечно, я думала в самом-самом начале о том, о боже мой, как я выгляжу в кадре, как я что. То есть не дай бог там что-то не сказать ни то, неправильно, да, там ошибиться. Была эта боязнь. Потом, со временем, это все прошло. Еще такой вопрос. Как создавать свою медиа-личность? Сложно? Создавать свою медиа-личность – это невероятный труд, правда. Если ты только перестаешь отрабатывать все свои навыки, только перестаешь заниматься, только перестаешь куда-то развиваться, куда-то идти, что-то узнавать новое, ты моментально теряешься. То есть это постоянная работа. То есть на личном примере могу сказать о том, что только я прекращаю, допустим, практику какую-нибудь, допустим, связанную с кадром, работа в кадре, либо еще что-то, либо, допустим, та же самая речь. Только ты прекращаешь заниматься, практика уходит, все, моментально, ты становишься ничто. Поэтому это постоянная работа, это постоянная самореализация. Спасибо. Как научиться говорить в кадре? Как научиться говорить в кадре? Ну, во-первых, это работа именно с речью, именно артикуляция. То есть это постоянные скороговорки, какие-то штуки, которые тебе нужны для того, чтобы разжать свою челюсть. У нас в Перми, у пермяков очень зажата челюсть. То есть когда мы разговариваем, у нас рот вообще практически не открывается. И для этого есть различные тренинги, которые необходимы. То есть мое утро всегда начинается так, что я просыпаюсь и вставляю в рот пробку. Любую пробку. И начинаю с ней разговаривать для того, чтобы разжать челюсть. Вот. Как научиться говорить в кадре? Ну, ты должна быть начитанной для начала. То есть правильная постановка предложения. То есть ты должна знать. Ты должна быть коммуникабельным человеком, чтобы знать, на какие темы поговорить. То есть это не так, что ты задала пару вопросов, и все, и ты не знаешь больше, что спросить у человека. И ты не знаешь, допустим, вообще, что связано с этой темой. То есть ты должна быть начитанной, должна быть образованной, грамотной, и уметь правильно выстраивать предложения, уметь правильно, уметь правильно, как-то, я не знаю, свою мысль правильно поставить. Это тоже постоянная отработка. У вас бывало такое, что вы должны общаться, ну, с человеком на камеру, но вы смотрите прямо в камеру и не отводите глаз? Нет, такого не бывало. Это все... Ты же всегда практикуешься, ты всегда учишься, ты всегда работаешь. Ты должна всегда знать, когда в кадр смотреть, когда не смотреть. Ты же общаешься с человеком. В кадр нужно смотреть при тоже определенных обстоятельствах. Вот. А такого нет, такого у меня не бывает. Просто у меня бывало, мы снимали в лагере небольшие скетчи, и у меня было так, что они что-то между собой говорят в камеру. Ну, это определенный зажим, от которого нужно избавляться, я считаю. Я бы еще хотела узнать, вам нравится больше работа от фотомодели или телеведущей? Что вот лучше? Я не могу выбрать что-то одно. Это два занятия, которые невероятно меня вдохновляют, которые мне невероятно нравятся, и я не могу выбрать что-то одно. Для меня что работа фотомоделью, что работа телеведущей, они идут как-то наравне. Как называется ваша профессия, когда все вместе, и вы работаете всем... Честно признаться, я не знаю, как это называется, профессия. Это называется интенсор, человек, который продвигает себя, да, ну вот, я буду знать сегодня. Да, ребята, если вы не слышали, вот Валерий даже тоже не знает, чем она работает, кем она работает. Это началось все в Китае, значит, в переводе человек, по-английски есть термин инфлюенсер, слово инфлюенс влияет, человек, который влияет на выбор товаров и услуг, он как бы сначала делает себе имя, а потом ему доверяют, он может продавать товары и услуги, да, как бы, любые, гуманитарные, там, не знаю, от платьев до научных программ, почему нет, да, вот Валерий, что ты уже продаешь вот с помощью своей медиа-личности? Последний вопрос, мы заканчиваем с первым гостем. Если, допустим, что касается фотомоделей, то это различные проекты, связанные там от одежды, от косметики, от различных каких-то студий и так далее, то есть спорт, там, фитнес-студии, в общем, всё такое. А что касается именно, вот если телеведущий, то, ну, я не знаю, просто общение с людьми, то есть ты продвигаешь себя в первую очередь, я не могу сказать, что работа телеведущей, я продвигаю что-то. Это определённая программа, которая, какой-то определённый проект на какую-то определённую тематику, и то есть ты продвигаешь именно его, именно вот этот проект на эту определённую тематику. Вот. Неинтересно, сколько можно заработать, работая на всех этих профессиях? Я могу ответить так, что заработать можно много. Если ты, если в тебе видно потенциал, если ты уже какой-то продвинутый, если ты проявляешь свою инициативу, если ты работаешь, и люди, заказчики, они видят в том, что ты человек, который что-то стоишь, в том, что ты профессионал своего дела, то, конечно, от этого идёт уже соответствующая сумма. А если нет заказов, если люди видят, что ты, ну, скажем так, ничто, что ты не можешь вообще ничего сделать, и ты из себя ничего не представляешь, то, понятное дело, ни заказов, ни работы, ничего подобного нет. Спасибо. Спасибо вам. С нами была Валерия. Фотомодель и телеведущая. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.